Рада приветствовать вас на своем канале. В предыдущем видео мы с вами связали вот такие замечательные крестильные пинеточки. В этом видео я предлагаю вам под пинеточки наборчик связать вот такой замечательный крестильный чепчик. Это может быть не обязательно крестильный, но размер у меня подходит от 0 до 3 месяцев. Поэтому это сделано, скажем так, у меня в данный момент на кресте. После вязания пинеточек у вас должно было остаться где-то треть наточка бегонии. Вот эта треть наточка как раз таки и хватит на изготовление вот такого чепчика. Чепчик я вяжу в два этапа. Это вывязывание обычного круга, донышко столбиками с накидом, кружочком. Я в интернете нашла схемку на 12 линию. Мы же будем вязать на 16. То есть изначально вот здесь вот нам нужно провязать не 12 столбиков по схемке, а 16. И далее вывязываете прибавление все точно так же. Далее по схемке номер 2 я буду вывязывать вот такой замечательный рисуночек. Но так как я в пинеточках вывязывала вместо 7 столбиков, если смотреть по схемке веерочек, и 7 столбиков, я здесь вывязывала 9. То и в чепчике я решила также добавить 2 столбика при обвязывании вот этого веерочка. Все остальное я буду вязать абсолютно по схемке. Вот. И так же в качестве украшения я сделала вот такие вот пришила бусинки жемчужные и вставила ленточку. Она у меня будет служить завязкой. Завязки можно сделать ленточкой атласной толщиной полсантиметра, можно в сантиметр, но желательно, чтобы она красиво и гармонично в итоге смотрелась в компании с чепчиком. Вот. Конечно же, кому понравилось, обязательно лайкайте. Приступаем к вязанию. Схемки я вам предоставляю в начале видео. Вы же смотрите и ориентируйтесь в дальнейшем на них. Также, кто не связал пинеточки, ссылочки на пинеточки я также оставлю ниже под этим видео. Также не забудьте нажимать колокольчик для получения оповещения новых видео, которые выходят на моем канале. Для вязания я буду использовать чистый хлопок фирмы Ярн Артерия Бегония. Здесь 169 метров 50 граммов. Более подробно об этой пряже есть отдельное видео. Ссылочку смотрите ниже в описании под этим видео. Крючок у меня номер 3. Также нам понадобится один маркер, сантиметр, либо линейка и ножнички. Для украшения чепчика я буду использовать около 60-70 метров 0,5 сантиметров атласной ленты в ширину. Тон в тон своей пряжи. И около 6, можно даже 8 использовать в бусинах маленьких. Это для украшения чепчика по верхней части обвязки. Берем рабочую ниточку и делаем начальную закрепительную петельку. Перекручиваем, захватываем рабочую ниточку и затягиваем. Далее делаем цепочку из 4 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4. Находим первую петельку и делаем в нее соединительный столбик. Теперь у нас получилось вот такое колечко. В это колечко мы должны провязать 16 столбиков с накидом. Первый столбик нам заменят 3 воздушные петли подъема. Поэтому делаем 3 воздушные петли. И в центр колечка набираем еще 15 столбиков с одним накидом. Первый столбик. Второй столбик. Третий. Четвертый. Пятый. Шестой. Седьмой. Восьмой. Девятый. Десятый. Одиннадцатый. Двенадцатый. Тринадцатый. Четырнадцатый. И пятнадцатый. Далее в третью петельку подъема делаем соединительную петлю. При вязании второго ряда мы должны будем сделать прибавление в каждую петельку провязать по 2 столбика с накидом. Поэтому поднимаемся внутри воздушные петли подъема, которые нам заменят первый столбик. И в петлю основания воздушной цепочки довязываем еще один столбик с одним накидом. То есть в первую петельку мы сделали прибавление, связав 2 столбика с накидом. Над следующей петлей делаем также 2 столбика с одним накидом. Первый столбик и сюда же второй. В следующую петельку первый столбик. И сюда же второй столбик с накидом. Итак, провязываем в каждую петельку по 2 столбика с накидом. Провязав последнюю петельку последнее прибавление, в третью петлю подъема делаем соединительную петлю. Для вязания третьего ряда мы должны будем снова подняться на 3 воздушные петли подъема. Далее в петлю основания провязываем еще один столбик с одним накидом. То есть в начале ряда мы сделали прибавление 2 столбика в одну петлю. И в следующий второй столбик над вторым столбиком предыдущего ряда мы вяжем 1 столбик с одним накидом. Итак, мы будем чередовать до конца ряда, делая прибавление. То есть 2 столбика с накидом провязывая в одну петлю. А в каждую вторую петельку будем провязывать просто по 1 столбику с накидом. Снова прибавление 2 столбика с накидом. И в следующую петельку 1 столбик с накидом. Вот так чередуем до конца третьего ряда. То делаем прибавление, то в каждую вторую петельку провязываем просто по 1 столбику с накидом. Ряд заканчиваем 1 столбиком с накидом. И в третью петлю подъема делаем соединительную петлю. Далее для вязания четвертого ряда поднимаемся снова на 3 воздушные петли подъема. Затем в петлю основания цепочки делаем еще 1 столбик с накидом. То есть прибавление в начале ряда. Затем в следующие 2 столбика предыдущего ряда вяжем по 1 столбику с накидом. Первый раз и второй раз. То есть в этом ряду мы чередуем прибавления. Затем 2 раза по 1 столбику в каждой последующей 2 петельки. Далее снова в четвертую петельку ряда делаем прибавление 2 столбика с накидом. Далее в следующие 2 петельки делаем по 1 столбику с накидом. То есть мы добавили между прибавлениями еще 1 столбик. Теперь мы чередуем до конца ряда прибавления. То есть 2 столбика с накидом провязанные в 1 петельку. И затем столбик в следующую петлю. И в следующую петлю второй столбик. Вот так чередуем. В конце ряда мы завершаем 2 столбиками в каждую петельку по столбику. И в третью петлю подъема в начале ряда делаем соединительную петлю. Далее в следующем ряду мы снова поднимаемся на 3 петли подъема. В петлю основания делаем прибавление. То есть довязываем еще 1 столбик с накидом. И затем уже провязываем 3 столбика поочередно в каждую последующую петельку по 1 столбику. То есть во вторую петельку провязали столбик, в третью петельку ряда провязали столбик и в четвертую. Снова повторяем прибавление. То есть 2 столбика в 1 петельку. И затем 3 раза по 1 столбику в каждую последующую петлю по 1 столбику 3 раза. Итак, прибавление 3 раза по столбику. Прибавление 3 раза по столбику. И довяжите самостоятельно 6 ряд, сделав в начале ряда прибавление. и затем 4 столбика до следующего прибавления, затем снова прибавления, 4 столбика до прибавления. При этом ряд у вас этот завершится тремя столбиками, соединительный столбик в третью петлю подъема. И следующий ряд должен закончиться четырьмя столбиками после прибавления и в третью петлю подъема соединительный столбик. Довязали до конца 6 рядочков расширения донышка и теперь у нас сейчас готовая затылочная часть. она у нас должна не превышать 10 сантиметров если вы вяжете такой размер как у меня и желательно чтобы она была девять с половиной сантиметров я вот отмеряю и у меня получилось ровно девять с половиной сантиметров в диаметре все готово и далее приступаем схеме номер два то есть провязывание веерочков перед этим мы берем маркер у меня это вот такой обычный пластиковый можете заменить на ниточку контрастного цвета и от крючка назад отсчитываем 11 столбиков два четыре шесть восемь десять 11 и вставляем маркер далее мы начинаем вывязывать арочки для последующих веерочков первая арочка у нас должна быть не полная как бы полу веерочек поэтому мы делаем две воздушные петли подъема которые нам заменят полустолбик с накидом и еще плюс две петельки это полу арочка далее через одну петельку в следующую делаем столбик без накида то есть присоединяем ее далее набираем 5 воздушных петель 1 2 3 4 5 отсчитываем снизу 3 петельки 1 2 3 и в четвертую делаем столбик без накида далее повторяем 5 воздушных петель 2 3 4 5 и отсчитываем снизу 3 петельки в четвертую делаем столбик без накида вот таким вот образом нам нужно сделать не считая первой полу арочки 20 вот таких арочек 5 воздушных петелек и присоединение столбиком без накида сделали 20 арочек и вместе с первой полу арочки получается 21 арочка до конца а вот до вот этого маркера то есть это у нас считается конец ряда остается две петельки нам нужно сейчас завершить ряд точно так же полу арочкой как и в начале ряда чтобы получилась 22 арочка для этого берем 2 воздушные петли подымаемся делаем накид и через петельку перед петлей маркера делаем полустолбик с накидом вот так мы заменили 4 воздушные петли которые вязали в начале ряда далее мы сейчас должны перейти на вязание 2 ряда раппорт узора составляет 3 арочки у нас уже готовы вот такие арочки но как вы помните и 22 первая и последняя арочка это полу арочки едины то есть фактически сейчас у нас 21 полная либо 22 но при этом две полу арочки вот такие далее поднимаемся на 3 воздушные петли подъема 1 2 3 и так как первая это у нас полу арочка мы еще довязываем 4 столбика с накидом первый столбик второй столбик третий и четвертый далее делаем столбик без накида под вторую арочку 5 воздушных петель 1 2 3 4 5 и столбик без накида под следующую арочку далее у нас идет полная арочка из 9 столбиков с накидом поэтому под четвертую арочку этого ряда делаем 9 столбиков с накидом 3 4 5 6 7 8 и 9 делаем столбик без накидом до следующую арочку 5 воздушных петель 1 2 3 4 5 и столбик без накида фактически рапорт который у нас будет повторяться это 9 столбиков с накидом под первую арочку далее последующую арочку столбик без накида 5 воздушных петель и по третью арочку также sting без накида вот такой рапорт повторяем до конца пока не закончится арочки в конце ряда я вам покажу как вот здесь вот завершить полуарочку полуарочку с которой мы начинали вот этот ряд то есть сейчас мы продолжаем вязать под первую арочку 9 столбиков с накидом 1 2 столбик 3 4 5 6 7 8 и 9 далее присоединяемся столбиком без накида под вторую арочку рапорта 5 воздушных петель и столбик без накида под следующую арочку я с вами связала два с половиной рапорта вам нужно довязать таким образом практически до конца у нас должно получиться 6 полных веерочек и 2 по полу веерочка то есть получается 7 как бы делится на пополам мы должны завершить 7 веерочек делаем накид и после присоединения последнего вот здесь вот столбика без накида то есть 5 воздушных петелек и столбик без накида в третью арочку делаем в последнюю полуарочку 5 столбиков с накидом 1 столбик 2 столбик 3 4 и 5 столбик я вам предлагаю сделать под воздушную петельку именно в неё то есть как бы в цепочку из воздушных петель для того чтобы последний столбик у нас не ходил при обвязке сделали пять столбиков с накидом завершили последнюю последний веерочек далее делаем одну воздушную петлю подъема и поворачиваем на третий ряд поворачиваем на лицевую сторону и под петлю основания вот здесь вот под первую петельку ряда делаем первый столбик без накида под следующую петельку делаем второй столбик без накида то То есть ряд у нас начинается со столбиков без накида. Далее делаем 5 воздушных петель. 3, 4, 5. И присоединяемся столбиком без накида под вот эту арочку между веерочками. Далее снова 5 воздушных петель. 3, 4, 5. И отсчитываем от вот этой петельки над первым столбиком веерочком. 3 петли. Первый, второй, третий столбик. Четвертый столбик делаем столбик без накида. Следующую петельку делаем второй столбик. И следующую петельку делаем третий столбик без накида. То есть в центральные 3 столбика предыдущего ряда веерочка мы делаем по столбику без накида. Далее снова 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И присоединяемся столбиком без накида под арочку предыдущего ряда. Далее 5 воздушных петель. И присоединяемся, отсчитываем 3 столбика предыдущего ряда. и в четвертый делаем первый столбик без накида. Далее подряд делаем еще два столбика без накида. То есть что мы делаем? Смотрите, над веерочком мы центральные три столбика делаем по столбику без накида. Далее присоединяемся мы столбиком без накида под арочку между веерочками. И всегда делаем 5 воздушных петель. То есть связали 5 воздушных петель, столбик без накида под арочку. 5 воздушных петель, 3 столбика без накида, над центральными 3 столбиками, веерочка. Отсчитываем 3 петли с одной стороны, и у нас остается 3 петли с другой стороны. А в центральные 3 петельки делаем 3 столбика без накида. Снова 5 воздушных петель, столбик, 5 воздушных петель, 3 столбика. Значит, 5 воздушных петель, столбик, далее продолжаем. И вот так чередуем по 5 воздушных петель и присоединяемся столбиками до конца этого ряда. В конце ряда я вам покажу, как завершить этот ряд. В конце ряда, когда делаете соединение под арочку между веерочками, делаем снова 5 воздушных петель и присоединяемся под третью петельку. Делаем первый столбик без накида и в третью петлю воздушного подъема делаем второй столбик без накида. Так мы завершаем этот ряд. Далее, для того, чтобы повернуться на следующий ряд, делаем одну воздушную петлю подъема и поворот. В петлю основания воздушной петли подъема делаем первый столбик без накида и далее набираем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И присоединяемся под арочку столбиком без накида. Это получилась первая арочка. Далее снова 5 воздушных петель и делаем присоединение столбиком без накида под следующую арочку. 5 воздушных петель и делаем присоединение над веерочком в центральную петельку из 3 столбиков без накида. Далее снова 5 воздушных петель, 3, 4, 5, под арочку присоединения столбиком без накида. 5 воздушных петель и под арочку присоединения вторым столбиком без накида. 5 воздушных петель, 3, 4, 5, и в центральную петельку из 3 столбиков без накида над веерочком. Этот ряд самый простой, поэтому повторяем вот так вот до конца этого ряда. В конце ряда, когда сделаете последнее присоединение к арочке столбиком без накида, далее поднимаемся на 5 воздушных петель и делаем столбик без накида вот здесь вот под первый или под последний столбик без накида предыдущего ряда, то есть вот сюда вот в самый-самый уголочек. И у нас получается завершается последняя арочка. Далее нам нужно подняться на столбик с двумя накидами. Столбик с двумя накидами равен у нас 4 воздушным петлям, поэтому делаем 4 воздушные петли и плюс 2 воздушные петельки для арочки. Затем делаем поворотик и присоединяемся столбиком без накида под ближайшую арочку. Вот так. То есть у нас здесь получается столбик с двумя накидами и 2 воздушные петельки. Далее под следующую арочку мы должны сделать веерочек из 9 столбиков с накидом, то есть между первым и вторым веерочком в шахматном порядке у нас здесь должен находиться веерочек, поэтому делаем 9 столбиков с накидом. Первый, второй столбик, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и девятый. Далее присоединяемся столбиком без накида под ближайшую арочку. Далее 5 воздушных петель 3, 4, 5 и присоединяемся столбиком без накида под следующую арочку. Далее повторяем вот этот ракурт. Веерочек, столбик без накида, 5 воздушных петель, столбик без накида. И снова у нас получается в шахматном порядке между вот этими двумя веерочками здесь снова располагается веерочек из 9 столбиков с накидом. Первый столбик, второй столбик, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и девятый. И снова повторяем вот так вот до конца ряда. Веерочек, арочка, веерочек, арочка. В конце ряда, сделав последний веерочек из 9 столбиков, мы присоединяемся под ближайшую арочку столбиком без накида. Далее делаем 2 воздушные петли подъема, 2 накида и в столбик без накида вот предыдущего ряда мы делаем столбик двумя накидами. Вот так мы завершаем этот пятый ряд. Далее шестой ряд мы делаем следующим образом. Мы одну воздушную петельку делаем, поворачиваем в петлю основания воздушной петельки подъема делаем столбик без накида и далее набираем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И присоединяемся, отсчитывая 3 петельки, четвертую петлю первым столбиком без накида. Далее делаем еще второй столбик без накида в следующую петлю и третий столбик без накида. Вспоминаем вот этот ряд, который мы вязали над вот этими веерочками, то есть присоединение тремя столбиками над веерочком. Далее снова 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И присоединение столбиком без накида под арочку. Снова 5 воздушных петель. И присоединение в четвертую петельку делаем первый столбик без накида, в следующую петельку второй и в следующую петельку третий столбик без накида. 5 воздушных петель. 3, 4, 5. И присоединение столбиком без накида под арочку. То есть снова делаем вот этот ряд, который мы делали над веерочками. Вот здесь вот. И снова делаем 5 воздушных петель, присоединение над веерочком 3 столбиками без накида, над арочкой 1 столбиком без накида. Снова 5 воздушных петель, 3 столбика, 5 воздушных петель, 1 столбик. Вот так чередуем шестой ряд до конца. В конце ряда я вам покажу, как его завершить. Завершаем шестой ряд таким образом, что над веерочком провязав 3 столбика без накида, Поднимаемся на 5 воздушных петелек и здесь у нас получается 2 петельки воздушные, это полуарочка и 4 воздушные петельки, это столбик с двумя накидами. Вот в четвертую петельку снизу, либо третью петельку сверху мы делаем столбик без накида при соединении последней арочки. И это у нас закончился сейчас шестой ряд. Вот, соответственно, сейчас повторяется вот этот первый ряд, где вывязывали мы арочки для веерочков, самый первый начальный ряд обвязки донышка. Это у нас будет вязаться так седьмой ряд, поэтому сейчас поднимаемся на одну воздушную петлю подъема и поворачиваемся на седьмой ряд. У нас повторяется вот этот рапорт снова от начала до конца. Первую петельку основания делаем столбик без накида. Далее мы вывязываем, получается, полустолбик с накидом, это 2 воздушные петли. И еще 2 воздушные петельки, это первая полуарочка, там, где мы будем вывязывать полувеерочек. Присоединяемся столбиком без накида под ближайшую арочку. Далее 5 воздушных петель, 3, 4, 5. И присоединение в центральную петельку, центральный столбик из 3 столбиков над веерочком. Далее снова 5 воздушных петель, 3, 4, 5. И присоединение столбиком без накида под арку. 5 воздушных петель и присоединение под следующую арку столбиком без накида. Далее 5 воздушных петель, это присоединение в центральный столбик, вот здесь вот, из 3 столбиков над веерочком. Вот таким вот образом мы делаем арочки до конца и повторяем все с самого-самого начала. То есть 7 ряд у нас вяжется как первый, 8 как второй, 9 как третий и так далее. Нам нужно повторить вот таких вот рапортов. То есть получается мы сейчас связали один полный рапорт, начали второй рапорт. То есть второй довяжете самостоятельно и третий. Третий рапорт нам нужно довязать до тех пор, пока мы не дойдем до вот этого, как бы уже по счету 6 ряда от начала. То есть нам не нужно будет вот этот ряд присоединения 3 столбика над веерочком и столбик над арочкой. А мы вот этим рядом обвязывание веерочков завершим полностью вязание. То есть у нас должно получиться вот таких веерочков, 6 рядочков. Два из них мы связали. Далее второй рапорт это третий и четвертый веерочек. И третий рапорт это пятый и шестой веерочек. То есть ряд веерочков чередования. Если вы обратите внимание, то первый ряд веерочков у нас был с изнаночной стороны. Вот далее второй ряд веерочков с лицевой стороны. Далее снова у нас будет с изнаночной, с лицевой, с изнаночной. И лицевым шестым рядом веерочком мы должны будем закончить наше вязание. Я надеюсь, что вам останется все понятно. Если вам не понятно, как мы здесь вывязывали, можете отмотать видео там, где мы начали вывязывать веерочки. Там очень подробно я показываю, как заканчивать, как начинать ряд. И вот таким вот образом еще свяжите два рапорта. Связав три рапорта узора, мы должны завершить третий рапорт рядом веерочков. То есть вот этот ряд арочек из пяти воздушных петелек над веерочками я уже не вяжу. Я завершила этим рядом для того, чтобы у нас красивый был край веерочков. Его я не буду обвязывать ни рачьим шагом, ни какими-то петлями пико. То есть вот эти арочки мне нравятся, как они ложатся. Далее ряд я завершила двумя воздушными петлями и полустолбиком вот сюда в уголочек. То есть над столбиком без накида. Теперь если мы повернем вот так вот лицевой стороной, там где у нас донышко, затылочная часть. У нас получается первая часть это обвязка веерками. Далее затылочная часть столбиками с накидом и далее снова ряд веерками. Как бы на три части делится наше вязание по низу. Вот мы теперь должны это по низу, вынув маркер, отметочку, там где мы отсчитывали 11 столбиков с накидом. Мы должны вот этот низ провязать столбиками без накида. То есть как бы выровнять наше вязание. Для этого я в конце ряда обвязывания веерочков делаю одну воздушную петлю подъема и под полустолбик и столбик с накидом и три воздушные петли подъема я буду вязать по два столбика без накида. А в столбик без накида вот сюда воздушные петельки, там где у нас столбик без накида и петли подъема я буду вязать по одному столбику. Вот у меня идет полустолбик, поэтому я под него провязываю два столбика без накида. далее под столбик без накида воздушную петельку подъема я делаю столбик сюда снова я делаю столбик под 3 воздушные петли подъема я делаю 2 столбика и так далее то есть я обвязываю первую часть там где у нас веерочки столбиками без накида и когда дойду сюда до уголочка я вам скажу сколько у меня получилось столбиков для того чтобы нам потом это же количество столбиков провязать и от вот этой петельки и у нас когда мы сложим вот так вот пополам наш получается вот здесь круг донышка у нас должны вот эти две стороны быть абсолютно одинаковые по размерам поэтому просчитайте количество столбиков без накида с одной стороны и такое же должно быть у вас получится при провязывании и с другой стороны провязала я первую сторону арочкой у меня вместился 31 столбик без накида следите за тем чтобы у вас не пошло волной ряд обвязывания столбиками и точно так же не были слишком стянутые то есть все должно быть размерено и аккуратно сделав 31 столбик я перехожу на столбики с накидом вот здесь вот по кружку нашему и обвязываю так же продолжаю столбиками без накида то есть 31 столбик у меня по первой стороне далее должно быть 11 столбиков без накида по обвязыванию второй части там где у нас донышко столбиками с накидом или затылочная часть и далее 31 столбик без накида у меня должен получиться с другой стороны на третьей части то есть на ряду узора вот сюда я делаю первый столбик в уголочек и провязываю еще 30 столбиков без накида пока не дойду вот сюда до начала скажем ряда там где у нас чередование веерочков и арочек под вот этот уголочек мы должны связать два столбика так как здесь начало две воздушные петли и две воздушные петли арочки то есть полу арочка мы должны связать сюда один столбик и второй столбик он у нас по счету будет 30 от начала вязания вот сюда во вторую петельку вправо уйдя то есть третья получается сверху и вторая сбоку вот у нее мы должны провязать 30 этот столбик для того чтобы завершить полностью ряд обвязки и так я провязала 30 столбиков и 31 я вяжу вот сюда как я вам уже говорила именно в петельку последний 31 столбик а почему в петельку для того чтобы не ходила последняя петля обвязки вот и сейчас у нас плотно легли уголочки друг дружке то есть прикладываем вот так вот веерочки и уголочки и складываем пополам наш ряд обвязки у нас вот он круг делится пополам и длина одной стороны равная длина длины второй стороны теперь поднимаемся на 3 воздушные петли подъема которые нам заменят первый столбик с накидом и делаем поворот на изнаночную сторону далее накид петлю основания цепочки пропускаем начиная со следующей петельки провязываем в каждую петлю по столбику с одним накидом то есть мы получается начали обвязку с ряда столбиками без накида далее перешли на второй ряд и начали обвязывать столбиками с накидом вот так вяжем до самого-самого конца до крайней петельки в уголке последний столбик с накидом 2 ряда мы делаем последнюю крайнюю петельку вот здесь вот в уголочке затем делаем одну воздушную петлю подъема и поворачиваем на третий ряд в петлю основания воздушной петельки мы делаем столбик без накида и в каждую последующую петельку мы провязываем по столбику без накида не увеличивая количество петелек в петлю каждого столбика предыдущего ряда мы провязываем по столбику без накида И у нас получается, что ряд обвязки начинался со столбиков без накида, затем второй ряд столбиков с накидом и третий ряд завершающий столбики без накида. Вот этот ряд столбиков с накидом мы будем вставлять ленточку завязки. То есть у нас будет вот такой вот аккуратный бортик по, получается, нижней стороне черчика. И здесь будет, соответственно, исходить завязочка. Все, заканчиваем до конца этого ряда столбиками без накида, пока не дойдем до самого последнего столбика, который провяжем в третью петлю подъема. Последний столбик без накида я делаю в третью петлю подъема. И все, делаю одну воздушную петельку, привытаскиваем ниточку, отрезаю и прячу вот этот хвостик. Все, ниточка здесь нам уже не нужна. Вот. Мы ее просто спрячем в ряд столбиков без накида последний. Можете вдеть ниточку в иголочку для удобства. И теперь нам остается лишь только сделать красивую рюшку по вот этому кругу, для того, чтобы чепчик смотрелся более, скажем, наряднее. В принципе, можно его оставить и так. Кто-то любит, чтобы было более, так скажем, гладко. Я же люблю, чтобы здесь оказались веерочки. Нам нужно повторить, будет ряд, первый, с которого мы начинали. То есть, вот он у нас, полуарочка для веерочка. Далее, вот такие вот арочки из пяти воздушных петелек присоединяем в каждую четвертую петлю. Для того, чтобы начать вывязывать ряд, мы берем снова ниточку, делаем первую рабочую петлю. Вот. И эту петельку нам нужно перенести в самое начало вязания. То есть, мы с вами начинали вот здесь. Поэтому берем крючок и присоединяемся вот сюда, в третью петлю. Вот он у нас, столбик над третьей петлей подъема. И вытаскиваем рабочую ниточку. Как вы помните, ряд мы начинали первый с двух воздушных петелек, которые нам заменяли полустолбик с накидом. И плюс две воздушные петли для полуарочки. Так мы и начинаем с четырех воздушных петелек, которые присоединяем вот здесь вот в петельку первого присоединения. То есть, через петлю. Присоединяемся столбиком без накида, как и присоединялись до этого. Далее делаем пять воздушных петель. Три, четыре, пять. И присоединяемся в столбик вот здесь через три петельки в четвертую. Далее снова пять воздушных петель. Три, четыре, пять. И присоединяемся в петельку присоединения вот здесь вот через три петли. То есть мы сейчас повторяем первый ряд, как мы обвязывали с вами первоначальную затылочную часть, вот здесь вот круг донышка, первой полуарочкой и далее 20 вот таких арочек из 5 воздушных петелек, присоединяющихся через 3 петли снизу в каждую четвертую. У нас так и должно получиться 22 арочки. Это 2 полуарочки в начале и в конце ряда и 20 вот таких вот арочек полноценных из 5 воздушных петелек, присоединяющихся вот здесь вот через 3 петли. То есть у нас уже есть петли присоединения первого ряда, вот там где мы начали обвязывать круг. Вот точно так же эти арочки должны соприкасаться, посмотрите, вот полуарочка раз, арочка полноценная второй, третий, четвертый раз, пятый и вот так вот обвязываем до конца ряда. В конце ряда я вам покажу, как вот здесь завершить полуарочку, последнюю для, скажем так, полувеерочка. В конце ряда для того, чтобы связать последнюю полуарочку или 20 арочку, начиная от начала считать этого ряда, завершаем мы таким же образом, как и делали в начале ряда. 2 воздушные петельки, далее накид и через петлю, то есть в петлю вот здесь вот, где мы присоединяли арочку, вот делаем полустолбик с накидом, вот таким вот образом. Далее делаем 2 воздушные петли и поворачиваем вязание. Сейчас мы должны в зеркальном отображении сделать такое же чередование арочек и веерочков. 2 воздушные петли заменят нам первый столбик с накидом. Почему 2? Потому что, если мы сейчас делаем 3, здесь получится торчащий краешек, а нам этого не нужно. Поэтому мы, сделав 2 воздушные петельки, довязываем в первую полуарочку еще 4 столбика с накидом. Первый столбик, второй, третий и четвертый. Далее присоединяемся столбиком без накида под следующую арочку. 5 воздушных петель, 3, 4, 5 и присоединяемся столбиком без накида под следующую арочку. У нас получилось полвеерочка, арочка. Далее повторяем. Веерочек у нас состоит из 9 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Присоединяем веерочек под арочку столбиком без накида. Далее делаем арочку из 5 воздушных петель. 3, 4, 5 и присоединяемся столбиком без накида. Мы связали с вами полный 1 раппорт и половинку 2 раппорта. Вот такой полный раппорт из 9 столбиков с накидом и 5 воздушных петелек, присоединенных столбиками без накида. Мы будем повторять вот так вот до конца ряда. То есть все то же самое. Смотрите, у нас получается полвеерочка над полвеерочком, далее арочка над арочкой, веерок над веерком, арочка над арочкой. Далее снова очередование веерочкой из 9 столбиков и арочка. В конце ряда я вам покажу, как завершить этот ряд. И очередной раз просто напомню, потому что мы сейчас повторяем все абсолютно, что мы делали в начале после вывязывания донышка. То есть это первый и второй ряд начала вязания. Довязали последний раппорт веерочек арочка и теперь у нас остался вот здесь полувеерочек довязать в полуарочку. Вот она у нас нить присоединения. Мы ее накладываем на арочку, делаем накид и параллельно завязываем. Делаем 4 столбика с накидом под последнюю арочку. Первый столбик, сюда же второй, сюда же третий и сюда же четвертый. И для того, чтобы завершить пятый столбик, мы делаем 2 воздушные петли и спускаемся, присоединяемся сюда вот под самый-самый низ, с которого начинали. Соединительный столбик делаем под самый-самый, вот здесь вот нижний столбик. Там, где присоединяли вот здесь вот веерочек. Под самый-самый низ максимально, куда сможете, скажем, воткнуть крючок. Вот, еще раз покажу. Вот сюда под самый-самый низ. Делаем соединительный столбик. И благодаря 2 воздушным петелькам у нас закруглилось начало с одной стороны, так и с другой стороны. То есть, вот, смотрите, у нас получаются вот такие круглые начало и окончание. Далее подтягиваем вот эту ниточку. Мы уже ее параллельно, как вы видите, запрятали. Здесь мы начинали и здесь мы завершили. То есть, первый ряд и второй ряд. Далее прячем вот этот хвостик. Можете еще максимально плотнее. Этот хвостик также мы отрезаем. Он нам больше не нужен. И все, теперь и этот хвостик мы точно так же прячем. Я для удобства использую иголочку с большим ушком, вот, которой просто прячу вот эти хвостики. Нам осталось спрятать вот эти хвостики и вот эту ниточку, там, где мы завершали вязание. Здесь у нас ниточка на затылочной части начала. Вы можете ее спрятать вот здесь вот в кружочке. Я ее уже спрятала в начале вязания. И у нас получилась вот такая красивая обвязочка-донышко. То есть, если вы вот так вот повернете к себе лицевой стороной, вот так у нас получается чепчик. Нам остается лишь только его погладить. Хотите, по желанию, можно, конечно же, постирать. Хотите, можете не стирать. В принципе, я такой чепчик вяжу достаточно быстро. И он у меня, в принципе, не успевает, скажем так, вымазываться. Вот здесь, по желанию, вы можете пришить бусинки на каждом из шести веерочков. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Вы можете пришить по бусинке. Либо же здесь на полувеерочках также, на вот этом уровне. Но я это обычно делаю с лицевой стороны. Вот здесь вот между веерочками, вот на нижней стороне я пришиваю бусинки. Вот. Также вставляем ленточку вот сюда, в нижний край, ряд столбиков с накидом. И все, наш чепчик готов. Если вы еще не связали со мной вместе крестильные пинеточки, пожалуйста, ссылочка оставлю ниже в описании под этим видео. Поэтому лежите вместе со мной. Всем хорошего настроения. Спасибо, что оставались на моем канале. Не забудьте лайкнуть. Нажимайте на колокольчик для получения оповещения новых видео, которые выходят на моем канале. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok